Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». Начало осени – это в том числе и начало активной культурной жизни города. И мы с нетерпением ждем не только открытие театрального, но и открытие концертного сезона. Вот как раз о нем мы сегодня и поговорим с директором Рязанской областной филармонии Мариной Кауркиной. Здравствуйте, Марина Владиславовна! Здравствуйте! Итак, Марина Владиславовна, насколько я понимаю, открытие нового концертного сезона – это не только шаг в будущее, во что-то новое, но еще и подведение определенного итога. С какими достижениями вы подошли к новому концертному сезону? Да, действительно, новый концертный сезон, новый юбилейный 75-й концертный сезон – это не только яркие праздничные события и проекты, это еще и для всего коллектива филармонии некий рубеж, некий этап в поступенном ее развитии. И мы все свидетели тому, как очень бурно развивается общественная жизнь, как возрастают потребности нашего населения в предоставлении качественных культурных услуг, качественного музыкального продукта. И поэтому мы понимаем, что стоять на месте мы не можем с тем, чтобы быть актуальными, востребованными и конкурентоспособными. Естественно, мы ставим перед собой амбициозные задачи и цели, и стараемся к ним идти. Если подвести итоги прошедших трех лет, то мы видим такой явный шаг вперед в развитии нашей организации. И это не только яркие культурные проекты, которые прошли в прошедших сезонах, это в том числе и какие-то организационные, управленческие решения. В течение прошлого и нынешнего года действует и уже укрепилась система творческого и экономического планирования. И по сравнению с 2011 годом увеличилось количество абонементов с 8 до 11. Кроме того, стало традиционным проведение ежегодной филармонической акции – ярмарки продажи абонементов. Начал работу в конце 2012 года художественный совет филармонии. Ну и мы понимаем, что современное учреждение культуры, такое как Рязанская областная филармония, которая является ведущей концертной площадкой региона, не может работать в автономном режиме, в отрыве от всего музыкального пространства. Поэтому таким реальным достижением мы считаем членство нашей организации в Союзе концертных организаций России, в рамках которой сейчас идет разработка концепции развития концертной деятельности в области академической музыки. Это вот только те некоторые направления, которые мы обозначили за прошедшие три года. Ну вот если говорить о юбилейном сезоне, который вскоре откроется, кстати, какого числа он открывается официально? Торжественное открытие юбилейного сезона состоится 28 сентября. И замечательным подарком к открытию юбилейного сезона будет премьера фантазии по опере Галинке и поэме Александра Сергеевича Пушкина, Руслана и Людмила. В исполнении артистов Московского музыкального театра «Новая опера». А помимо этого, какие еще мероприятия запланированы именно на открытие сезона? Да, конечно. В течение практически всего лета Рязанской филармонии не прекращала свою деятельность. И музыкальные коллективы и сейчас продолжают работать. И 19 сентября в уникальном проекте «Предисловие к сезону» мы вновь увидим все коллективы и солисты Рязанской областной филармонии на большой сцене Рязанского концертного зала. Кроме того, в рамках этого проекта наших зрителей и слушателей ожидает открытие, презентация выставки созвучий рязанских художников. И в том числе все, кто придет на этот концерт, смогут первыми оценить работу мастеров и дизайнеров в обновленном фойе филармонии. Еще один очень важный проект, которым я, конечно, не могу не рассказать нашим телезрителям, это в Международный день музыки 1 октября состоится открытие и стартует второй фестиваль камерной и симфонической музыки «Открытие». И в рамках этого проекта состоится концерт Рязанского губернаторского симфонического оркестра, его камерной группы, и вместе с ним выступят солисты, стипендиаты Межрегионального общественного фонда «Новые имена», представитель которого Денис Мацуев. И еще одна очень важная информация для студентов музыкальных колледжей, для учащихся детских школ искусств, для одаренных детей, для тех, кто хочет связать свою жизнь с музыкой. Мы приглашаем всех любителей музыки, они смогут принять участие в репетиции этого концерта, кроме того, пообщаться с нашими стипендиатами, с участниками этого концерта. То есть, состоятся творческие встречи. Марина Владиславовна, можете назвать какие-то наиболее яркие проекты, которые в этом сезоне ждут зрителей? Да, конечно. Сезон продлится до мая 2014 года, и он практически весь распланирован. Титульные мероприятия и проекты уже расставлены. И я обращаю внимание зрителей на уже упомянутый мной второй фестиваль камерной симфонической музыки, в рамках которого пройдет пять музыкальных проектов. И обращаю внимание на концерт, который состоится 7 октября с участием лауреата международных конкурсов имени Крейслера и Страдивария Сергея Крылова. Обращаю внимание зрителей на концерт, которым закроется фестиваль. На большой сцене Рязанской областной филармонии выступит Государственный академический симфонический оркестр России под управлением народного артиста России Валерия Полянского. В исполнении этого известного коллектива прозвучат произведения Рахманинова. Кроме того, 30 марта, в то время, когда мы планируем проведение юбилейных концертов, на сцене Рязанской областной филармонии выступит Государственный академический большой симфонический оркестр имени Петра Ильича Чайковского под управлением народного артиста России Владимира Федосеева. И еще один очень важный проект, который будет интересен любителям народного искусства, в рамках нашего юбилейного сезона на сцене филармонии выступит Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого. Кроме того, мы не оставим без внимания любителей джазовой музыки. И также запланировано выступление Государственного академического камерного оркестра джазовой музыки имени Лундстрема. И в этом сезоне мы делаем акцент на молодых выдающихся музыкантах, тех, которые сегодня стали лауреатами международных конкурсов. И они очень востребованы за рубежом в том числе. И целой программой абонементы посвящаем в том числе и им. Среди таких я могу назвать артистов молодежной оперной группы Большого театра России. А какие-то специальные предложения для зрителей планируются? Конечно, новый юбилейный сезон – это и новые предложения. И мы стараемся быть доступными и хотим быть ближе к нашему зрителю. И сегодня приобрести билеты на концерт Рязанской филармонии станет намного проще. Потому что во многих центрах, где наши жители города Рязани приобретают покупки или отдыхают, сегодня есть удаленные кассы Рязанской областной филармонии. В том числе мы планируем в течение полугода открыть такие кассы. И в районах Рязанской области есть договоренность об открытии такой кассы в городе Скопин и в Сасовском районе. Кроме того, очень важно, чтобы зрители узнали о нашей уникальной системе скидок. Спектр скидок расширился в этом сезоне. И с ними вы сможете познакомиться в нашей кассе по телефонам, которые расположены на сайте Рязанской областной филармонии. Но кроме того, назову некоторые из них. Это скидка для многодетных матерей, это скидка для инвалидов и пенсионеров. До 50% скидку мы устанавливаем для студентов, что немаловажно. Групповые скидки остаются по-прежнему. И интересная скидка день рождения. Марина Владиславовна, а вот для детей филармония что-то делается, показывается? Да, конечно. Работа с детьми – это одно из приоритетных направлений Рязанской областной филармонии. Это в том числе и образовательные просветительские проекты, это в том числе абонементы. Это традиционные абонементы, которые были в прошлом сезоне, и новые абонементы, которые мы специально создали в этом сезоне для детей. Ну, среди них я могу назвать сказки с оркестром, музыкальный акварель, которая очень популярна была в прошедшем сезоне, когда дети в одном проекте могли послушать классическую музыку, а потом выразить свои эмоции, впечатления в своих рисунках. И это обязательно сотрудничество с одаренными детьми города Рязани в рамках абонемента «Музыкальные каникулы». И это традиционный проект, который мы осуществляем вместе с Московской государственной академической филармонией. Это воскресные сказки под музыку с участием Чайковской бурмейстер. Вот такие проекты у нас для детей планированы. Спасибо, Марина Владиславовна, что вы сегодня нашли время, чтобы прийти в нашу студию и рассказать нам и нашим зрителям о ваших планах. Я думаю, мы все с нетерпением ждем открытия сезона и обязательно посетим ваши мероприятия. Спасибо. Спасибо. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы благодарим за ваше внимание. Встретимся в следующих выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok